Он использовал свою оккультную силу и обрушил на дом град огромного размера. Более 80-85 человек погибли из-за этого града. Наконец, один человек сказал ему, «Единственный, кто может тебе помочь, — это Марпа», и он отправился на его поиски. Ему было видение Дакини. Она сказала, «Марпа дал тебе учение, но без одного фундаментального аспекта». Тибет, если рассматривать Тибет как культуру, как духовный процесс, некоторые из величайших людей всех времен в этой культуре сочетали в себе духовный процесс и оккультизм. Я думаю, что в тибетской культуре Миларепа выделялся особенно. Миларепа потерял своего отца, будучи еще ребенком. У его отца были земли, имущество и дом, но после того, как умер его отец, во владение вступил его дядя. Он присвоил все имущество и сделал его молодую мать, младшую сестру и его самого, рабами в доме, издевался над ними и мучил их разными способами. Поэтому Миларепа рос с огромным чувством обиды и гнева. И когда он стал юношей, подростком, он оставил свою семью и ушел. Он оставил свою младшую сестру, мать и ушел. Он хотел отомстить своему дяде и тете, которые подвергли его семью невразимому унижению и пыткам. Он отправился изучать оккультизм и освоил некоторые оккультные процессы. Он вернулся через много лет, но его мать и младшая сестра уже были мертвы. Это еще сильнее разожгло его гнев. И он стал ждать удобного момента — свадьбы сына дяди, куда дядя пригласил всех своих друзей. В тот день он использовал свою оккультную силу и обрушил на дом град огромного размера. Говорят, что более 80-85 человек погибли из-за этого града, включая его дядю и тетю. Все вокруг было завалено градом. Он почувствовал себя очень счастливым. Он считал, что совершил правильный поступок. Но через какое-то время это начало его беспокоить. Если человек чувствителен, то в момент, когда он использует что-то неправильно, это начинает беспокоить его изнутри. Если вы очень грубый человек, вы можете продолжать такой процесс. Иначе вы не сможете, потому что это природа того, как устроена жизнь. Если что-то используется не по назначению на самом фундаментальном уровне, это не совесть. Я не говорю о совести. Я не говорю о морали. Будет потревожено что-то гораздо более глубокое. Так же и Маларепа. Когда он сделал это, что-то взволновало его глубоко внутри. И он решил, что должен освободиться от этого. Он понял, что использовал жизнь не по назначению, на очень фундаментальном уровне, каким бы ни было его оправдание. Поэтому он решил искать духовный процесс. Он хотел найти что-то, что помогло бы ему достичь освобождения в этой жизни. Итак, он отправился на поиски учителей и обратился ко многим. Все они были достаточно честны, чтобы признать, что не знают, как достичь освобождения в этой жизни. Они говорили, мы можем научить тебя тому, что поможет тебе развиваться. Практикуй сострадание, доброту, любовь. И постепенно, жизнь за жизнью, ты будешь развиваться. Он не был удовлетворен этим. И в нем все еще пылал гнев. Определенное сожаление, обида, гнев. В нем бурлила эта смесь. Наконец, один человек сказал ему, «Единственный, кто может тебе помочь, это Марпа». И он отправился на его поиски. На подходе к городу, в котором жил Марпа, Миларепа увидел детей и решил спросить у них дорогу. Марпа был известен как переводчик, потому что… Именно он перевел все великие тантрические индийские тексты на тибетский язык. Его знали и почитали как переводчика, потому что он принес эти знания в Тибет. Он был известен тем, что трижды совершил путешествие в Индию, встречался с определенными учителями и получал от них учения, методы и тексты, и переводил их на местные языки. Поэтому, когда он спросил, «Где Марпа, переводчик?», один ребенок сказал, «Я знаю, где он», и привел его на поле, где пахал Марпа. Марпа посмотрел на гостя, оставил плуг на поле, дал тому кружку местного пива и сказал, «Выпей, а затем вспаши землю». Миларепа выпил и начал пахать. Марпа ушел, а ребенок остался стоять. После того, как Миларепа закончил пахать, он не знал, что делать, и просто стоял там. Тогда ребенок подошел к нему и сказал, «Пора идти». Ребенок привел его домой, и тогда он понял, что этот ребенок — родной сын Марпы. Затем Марпа начал давать ему самую разную физическую работу. Миларепа поклонился ему и сказал, «Я хочу получить от вас дамму». Дамма означает «метод» или «процесс», который поможет мне достичь осознания и освобождения в этой жизни. «Я не хочу переходить в следующую жизнь, а также будьте добры, дайте мне еду и кров». Тогда Марпа сказал, «Выбирай. Если хочешь, я дам тебе еду и кров, но тогда получай дамму где-то еще». Ищи дамму в другом месте. Или же «Я дам тебе дамму, но тогда пищу и кров ищи где-нибудь еще, выбирать тебе». Миларепа ответил, «Хорошо, я выбираю вашу дамму. Я сам найду себе еду и кров». И пошел просить подаяния. Миларепа — горячий человек. Что бы он ни делал, он всегда заходит слишком далеко. Он пошел просить подаяния. Он ушел далеко и насобирал несколько мешков пшеницы. Он насобирал достаточно на целый год, чтобы сидеть и изучать дамму. Он продал часть пшеницы и купил медный горшок с четырьмя ручками по бокам. Это традиционный вид посуды для приготовления еды. Он долго шел пешком и нес этот тяжелый груз на себе. Когда он вернулся в дом Марпы, то сбросил мешок на пол с громким «бум». Марпа в это время обедал. Он прервал свой обед, вышел и сказал, «Похоже, ты очень зол. Только что своей пшеницей и этим сосудом ты сотряс весь дом. Похоже, ты хочешь разрушить этот дом так же, как разрушил дом своего дяди. С меня хватит. Уходи». Тогда Мелорепов замолился, «Пожалуйста, вы сказали мне добыть себе еду. И я добыл. Мешок слишком тяжелый. Вот я и бросил его». Марпа ответил, «Нет». «Ты не подходишь. Ты бросил свой мешок неподобающим образом. Ты не подходишь. Так что я не беру тебя. Занимайся домашними делами. Поши мое поле, убирай мой дом, делай, что скажу». В течение многих лет он так и делал. Время от времени приходили другие ученики, Марпа инициировал их, но Мелорепа не получил ни единой инициации, ни единого учения. Он только выполнял тяжелую работу. Более восьми лет он работал без единого учения или инициации. Все остальные приходили на один день, Марпа инициировал их, и они уходили. А Мелорепов все ждал, выполняя тяжелую работу. Однажды он прокрался на сатсанг, на котором ему нельзя было находиться. Марпа сидел с закрытыми глазами, так что Мелорепа тайком пробрался внутрь и сел с другими учениками, в надежде на инициацию. Марпа с закрытыми глазами поднял свой посох, затем, не открывая глаз, встал и отлупил Мелорепу, который сидел в толпе учеников. Марпа сильно избил его, схватил его и вышвырнул из дома. Это происходило снова и снова. Он ждал какое-то время, и когда происходила очередная инициация, снова прокрадывался туда, надеясь, что в этот раз у него все получится. Прошло более 13 лет, но он так ни к чему и не пришел. Однажды он взмолился жене Марпы, которая сочувствовала ему и была ему как мать. Он попросил ее, «Пожалуйста, попроси его дать мне что-нибудь. Хотя бы одно учение, одну небольшую медитацию. Я ничего не знаю. Я сижу здесь так много лет». Она использовала свои добрые отношения с мужем. Тогда Марпа сказал, «Хорошо, сначала пусть построят дом для моего сына. Он должен построить дом в одиночку. Я хочу треугольный дом». Мелорепа построил треугольный дом. На это ушло два года. Затем он посмотрел на него и сказал, «Треугольный дом не подходит для моего сына. Построй четырехугольный дом». Мелорепа построил. Тогда Марпа сказал, «Не годится. Построй дом с пяти углами». Шли годы. Он работал в одиночку, строя эти дома. Тогда Марпа сказал, «Неплохо, но мне нужна башня высотой 18 метров для дома моего сына». Так Мелорепа построил 18-метровые башни. Четыре башни по одной в каждом из четырех углов дома. Тому времени Мелорепа начал стареть. Однажды он пошел и припал к ногам матери. «Пожалуйста, сделай что-нибудь. Моя жизнь подходит к концу. Я не получил ни одного учения. Как так?» «Я знаю, что в прошлом я совершил ужасные вещи. Я злоупотребил оккультизмом, но разве я не сделал достаточно?» Проявив немного неуместного сострадания, она взяла бланк письма Марпы и написала письмо другому монаху, который также мог инициировать. Она написала так, как будто это было письмо от Марпы, с печатью и всем остальным. Она отдала письмо Мелорепе. Тот пошел к тому монаху и прошел инициацию. Но ничего не произошло. Монах был потрясен. «Когда я инициирую, обычно что-то происходит, но сейчас ничего не произошло. Что делать?» Марпа узнал об этом, позвал этого монаха к себе и лишил его права инициировать. Тогда, в глубочайшем раскаянии, Мелорепа собрался покончить жизнь самоубийством. Марпа позвал его и сказал, «Хорошо, садись», и дал ему учение. Он сказал, «Я просто давал тебе методы, чтобы разобраться с тем, что ты совершил в прошлом. Но ты без надобности растягивал процесс. Если бы ты просто доверялся моим словам, все бы давно закончилось. Но ты делаешь все как надо, а потом идешь на какой-нибудь обман. Из-за одного этого обмана ты откладываешь все на долгие годы. Теперь твое раскаяние действительно затрагивает самую глубину твоего существа. Ты готов умереть за это. Теперь ты готов». И он посвятил его. На третий день в Мелорепе было видение Дакини. Вы слышали о Дакини? Технологии тантры для каждой чакры создали по одной богине, женской форме, живой и освещенной, которую можно призывать для разных дел. «Никто не делает ничего значительного без помощи этих сил». Итак, ему явилась Дакини и сказала, «Марпа дал тебе учение, но без одного фундаментального аспекта, которого он сам не знает». «Спроси его об этом, знает ли он, о чем речь». Тогда Мелорепа отправился к Марпе. Марпа посмотрел на него и сказал, «Почему ты здесь?» Тот ответил, «Мне явилась Дакини и сказала вот что. Я не знаю, правда это или только мое воображение, но это произошло, поэтому я должен был прийти и спросить у тебя». Марпа поклонился Мелорепе и сказал, «Даже у меня нет этого учения. Давай вернемся в Индию». И они отправились в Индию к гуру Марпе, который находился где-то на границе Непала и Бехара. Они прошли пешком весь путь, пришли туда, и Марпа рассказал гуру о Дакини, о том, что этого конкретного учения не произошло. Гуру посмотрел на него и сказал, «Это исходит не от тебя. Этого не могло случиться с тобой. Как ты это узнал?» Тогда Марпа сказал, «Это узнал не я, а один из моих учеников». Тогда гуру повернулся в сторону Тибета и поклонился. Он сказал, «Наконец-то на темном севере забрежжил свет». Он позвал Мелорепу и Марпу, дал им полное учение о том, как достичь полного просветления в этой жизни. И затем они вернулись обратно. Марпа, который начинал как гуру, стал учеником Мелорепы. Мелорепа стал сияющим светом в тибетской культуре. Многое из того, что было сделано в тибетской культуре за последние 300-400 лет, основано на фундаменте, который заложил Мелорепа. Мелорепа 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 Субтитры создавал DimaTorzok